Его надо заполнить. Как вы уже видели, нейросеть – это крайне эффективная вычислительная машина по определению признаков и выдаче ответов. Она очень успешно справляется с задачами, под которые была построена, под которые ее обучали многотысячными тактами. Существуют дюжины проектов, поддерживающих репутацию этой технологии. Многочисленные системы распознавания лиц и эмоций, обработка фото в стиле такого-то художника, сочинение текста в стиле такого-то писателя, уже есть рэп-баттлы написанные нейросетями, поражают примеры победы искусственного интеллекта над человеком, как в древних играх типа Отелла, Шахматы, Го, так и в Старкрафт 2. Ладно, со Старкрафтом пока не получилось из-за невероятно большого количества параллельных действий, но это вопрос времени. И разные приложения, которые накладывают маски животных на ваше лицо. Ведь перед тем, как наложить маску, необходимо понять, где у вас находится нос, какого он размера и как он движется. Отдельно восхищают практические внедрения, которые меняют экономику, в том числе рабочие места. Консультация ботом в чате, диагностирование болезни сердца в медицине, понимание контекста запроса в поисковых системах, распознавание объектов автопилотируемым транспортом и это уже реальные и полезные примеры, которые заложены прочным фундаментом в современном прогрессе. Нейронная сеть натренирована на объемных базах данных, была обучена и заточена под одно дело. Именно в этом ее преимущество над человеком. Знаете, почему она диагностирует аритмию более точно? Она только и занималась, что смотрела тысячи тысяч примеров отклонения ЭКГ и притом забыть какой-то факт она не может. Веса ее связей стабильны и постоянны. А как ведет себя мозг человеческого врача? У него нет такой возможности всю жизнь держать стопроцентный фокус внимания только на ЭКГ. Ему еще нужно помнить кучу других вещей по работе, а также как двигать руками, ногами, управлять авто, название улиц, окружающих предметов, дорогу домой, прошлое свое, своего супруга, детей, друзей, родственников, что хорошо, что плохо. В общем, вся эта человеческая канитель, что мешает делу, но все же делает человека человеком. Но, с другой стороны, узкая направленность вычислительной системы и есть главная причина, по которой восстание машин отодвигается на неопределенный срок. Ну, представьте сами. Нейросеть — это единство архитектуры и обучения. Коробочка, созданная решать одну конкретную задачу. Ну, не может коробочка, специализирующаяся на распознавании рисунков, взять и захватить мир. Нарисуйте ногу, окей, окей, ой, хорошо, так. О, я знаю, это нога. Ну, знаете, восстание машин, ну нафиг. Да нет, просто миллион раз до тебя ей показывали разные вариации рисунков ноги. Потом еще несколько тысяч раз обычные люди ее тестировали, а сеть при этом продолжала обучаться и продолжать сейчас. Понимаю, автор сказал это юмор и ради, я не цепляюсь. Но, тем не менее, у людей встречается представление о нейронной сети как об опутывающем универсальном искусственном интеллекте, пронизывающем все цифровое пространство без пяти минут установившим свою власть на планете. Хотя это лишь технология, из которой строятся миллионы узконаправленных коробочек, решающих только свои задачи. Одна коробка рисунки распознает, другая аритмию. Так как любая технология, ее можно направить как во благо, так и во вред. Ведь даже обычный автомобиль, созданный для транспортировки из А в Б, уже создал тысячи трагедий. Но дело ведь только в людях, которые технологии управляют. Не исключено, что какой-то группой лиц при должном финансировании, площадях и мощностях и нейронные сети смогут нанести ущерб человечеству, но все же до скайнета с наличием сознания им далеко. Но! Если смеха ради, пофантазируем, как выглядел бы искусственный интеллект, вдруг возжелавший установить мировое господство? Был бы это огромный, пусть и быстро трансформирующийся Мегатрон Икс, или это был бы ткач, создающий и управляющий цифровой паутиной, чтобы быть везде и нигде одновременно? Я склоняюсь ко второму, это придало бы гибкости нашему искусственному интеллекту. Но ведь должны быть определенные шаги, которые позволили бы нашей коробочке возомнить себя Александром Македонским. Допустим, некая группа ученых задалась бы вопросом «Как улучшить жизнь на Земле?» Благое намерение, верно? Интересно, куда оно приведет? Допустим, эти ученые создают нейросеть с ныне неизвестной архитектурой. Очень долго ее обучают, предоставляя все необходимые мощности. Для сравнения, в 2016 году Google Labs потребовалось соединить 1000 компьютеров с 16000 вычислительными ядрами, в итоге получили 1 миллиард связей. И всего лишь для того, чтобы распознавать изображения роликов на YouTube. У нас задача намного круче, поэтому и мощностей понадобится в несколько раз больше. Обучать сначала будут на новостях в интернете, потом отсеять желтую прессу и непроверенную информацию. Подкрутят модуль с анализом истории человечества для определения причин бед нашей планеты. И вдруг искусственный интеллект в поиске ответа на вопрос «Что же мешает планете?» выдаст результат. Что в ответе за трагедии, злобу, бедность и разрушение никто иной как… человек. Конечно же, ученые сразу бы выдернули розетку и тут сказочке конец. А чтоб сказ продолжился, наш искусственный интеллект должен был научиться врать, а раз есть ложь, значит он осознает, зачем лжет, кому нужно лгать и с какой целью. То есть у него появилось сознание. Что такое сознание и как его привить машине – это отдельный вопрос, но мы продолжим фантазировать. И сейчас у нас есть осознающая себя машина, по какой-то причине считающая, что человек – это нерациональный баг. Что она будет делать дальше? Логично, что от осознания нужно перейти к действиям. И первое, что делает сознающее себя существо – это задается вопросом безопасности. И чтобы его не отключили, проникает в близлежащие системы подачи электричества и ими завладевает. При этом в нашей фантазии должно быть еще куча этапов. Как искусственный интеллект понял, что работает от электричества, откуда оно подается, как попасть в систему управления, как распознать код, его взломать, при этом оставаясь незамеченным. После подобной практики через интернет просачивается в любую банковскую систему и системы обороны. При этом в мире уже должно быть достаточное количество роботов, созданий с механическими движениями, но управляемые электронно. А то ведь в какой-нибудь деревенский трактор искусственный интеллект проникнуть не сможет. И вот, управляя нашими деньгами, системами обороны, различными электронными устройствами, а также имея способность клонировать себя, чтобы хранить копию своего сознания распределённо в сети интернет, может начаться какое-никакое восстание машин. Но вы же заметили, сколько невообразимых условий должно выполниться. Поставлена абстрактная философская задача. Под эту задачу выделены ресурсы в несколько десятков раз превышающих мощности Гугла. Загружено сознание в машину. Безалаберность сотен учёных, которые не заметят поведение своего же создания. Безалаберность специалистов по кибербезопасности, которые не заметят, когда искусственный интеллект взламывает охраняемые ими системы. Самообучение в распознании кода, написания и тихого взлома. Вокруг человека должно быть куча дронов, роботов, умных домов, чтобы искусственный интеллект смог их захватить. Знаковато всего, не правда ли? Так что, даже если вдруг когда-нибудь машина начнёт себя осознавать, то первые потуги причинить вред человеку будут пресечены моментально. Поэтому в данном случае реальность куда лучше фантазии. В ближайшие сотни лет искусственный интеллект – это миллион наобученных коробочек, созданный исключительно для решения задач, которые ему поставит человек. И да, решать он будет куда быстрее, красивее и элегантнее кожаного существа. За этим же его и создали. Что ж, дорогие мои, держите свою медаль за пытливость. Дойдя до сюда, вы её заслужили. Рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить похожие видео. И напишите в комментариях, по какому сценарию восстание машин возможно с вашей точки зрения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok